привет всем сегодня у нас замечательная погода у нас здесь всегда замечательная погода я рада что вы опять на моем канале я опять снимаю видео живую к сожалению микрофон ловит больше звуков чем я даже слышу то есть весь этот шум машин он на самом деле для меня не такой громкий как получается на видео но почему-то вот захотелось опять снять видео именно живую посмотрите как у нас здесь красиво это у меня во дворе вот тут у нас есть два таких страшных сарая это именно то что я буду сейчас рисовать у меня здесь будет пленар прямо у меня во дворе показывайте то и другое для меня это сложно так что я показываю то что я буду рисовать а потом периодически покажу то что там особо вырисовывать здесь ничего не надо обычно у всех сразу проблема как определить где находится горизонт вы это делаете просто как вы хотите в виде больше земли или больше неба вот у меня красивое небо где-то вот здесь половина где-то вот здесь пройдет горизонт волнисты ничего страшного потому что его видно все равно не будет ну теперь насчет этих предметов вот откуда вот здесь начать этот сарай горизонта ну давайте так думать им пусть он вот тут нижняя . будет то есть что это за точку я поставил это я поставила свой рост вот это мой рост теперь мне надо прикинуть насколько это выше меня если я туда подойду он выше меня нет настолько будет но теперь я смотрю и думаю маленький или большой хочу больше то есть если я сделаю больше то место будет меньше здесь то есть вот это надо решать как мы хотим вот это сделать какую высоту мы хотим и сколько места мы хотим давайте я сделаю чуть побольше то есть вот это мой рост и вот на столько у меня выше не на два раза ну достаточно может это даже слишком высокий а так его теперь я думаю про перспективу вот эта часть сарая смотрит прямо на меня и мне надо решить где я хочу его поставить то есть я смотрю прямо на него получается он у меня посредине но так как мы кроме художников еще дизайнеры мы можем это смещать то есть я могу представить что я стою вот здесь и пусть его конец будет пусть это здесь будет конец у этого сарая вот здесь расстояние больше чем здесь то есть у меня примерно и могу ну пусть даже чуть дальше вот так вот это сюда отрезаем вот у меня есть эта форма теперь я смотрю похожи с тем что у меня не похоже мой вот тут отрезается мой вот здесь отрезается ну значит отрежем здесь если на акварельной бумаге вытирать то только клячкой вот вот это по форме похоже стараться вырисовывать прямые линии я даже не собираюсь мне достаточно что у меня вот эти линии подчеркнут и все этого достаточно теперь примерно я определяю середину двери идут и крышу все больше мне на этот сарай не надо ничего теперь вот здесь расстояние и опять же я смотрю какое это расстояние у меня получается тот другой сарай он как повернуть слегка он не просто перспективе но теперь вот это расстояние между ними я ищу с чем его сравнить вот с этой дверью вот оно вот такое как эта дверь вот я эту дверь вот я это расстояние отмечаю эту дверь и здесь отмечаю теперь я поднимаю этот угол дальше мы сравниваем уже с тем что есть так как этот уже построен согласно моему росту то есть я смотрю на этот и он ниже я кстати когда в этот большой сарай широкий сарай захожу я головой пьюсь так теперь вот этот угол мы смотрим то есть он у нас не такой крутой как у меня он вот такой где-то идет теперь вот эта линия куда-то туда идет и вот это то что я всегда говорю вы берете руку свою левую левая сторона левую руку я ставлю эту руку поворачиваю пока она не будет параллельно этой стене теперь смотрю куда у меня идет моя рука вот примерно такой угол я сделаю вот здесь и этот угол получится вот так параллельно моей руке теперь насколько глубоко уходит эта стена мне виден просвет и вот этот просвет опять я же на глаз то есть здесь мы ничего не меряем как перспективе с линейкой когда я показываю все это надо для того чтобы знать как это сделать получается вот эта линия будет не нужно теперь вот эта линия тоже уйдет сюда то есть мы это продлеваем продлеваем и вот у меня линия горизонта то есть эта линия должна пойти сюда но в жизни у меня вот я когда смотрю она не идет так круто то есть я вот это сейчас тоже буду переделывать то есть я вот это все это сейчас буду подгонять что-то между ними вот это пойдет вот так ровно угол пополам делю и мы идем сюда где-то сюда и эту я тоже веду сюда это тоже угол примерно пополам поделится все вот примерно этого будет достаточно чтобы эта перспектива не смотрелась слишком экстравагантно хотите верьте хотите нет но именно так я рисую на пленаре именно такое построение теперь то же самое вот здесь вот эта сторона я уже решила идет вот так то есть где-то здесь точку я представляю и теперь эту линию я веду так чтобы она как будто бы там где-то сошлась теперь мы ищем соотношение вот этой стороны и длины и то что я вижу этот сарай длинный я раньше этого не замечала я то что я вижу что вот это делит эту сторону почти пополам не совсем но почти вот так где-то будет я тут чуть круче сделала перспективу чтобы больше драматизма где-то ручки или это низко если вот это мой рост то ручки посредине подойдут так ну что теперь крыша у нас здесь дверь такая значит вот это делим пополам это примерно пополам это дверь и вот по этой двери мы теперь меряем что у нас вот здесь и с этой стороны идет отрез крыши вот теперь вот эта высота надо ее тоже найти с чем сравнивать например если вот это расстояние взять то эта высота будет где-то вот так эта высота ниже теперь эту точку мы ведем в нашу же точку схода и вот сюда моего сарая у этого здесь немножко круче перспектива вышла но мне это нравится я бы исправляла так мне нравится теперь вот эта часть она идет вот в эту точку то есть я примерно его представляю как она будет выглядеть вот здесь вот этот угол тоже обычно высчитывают но это когда нужна большая точность здесь точность не нужна я делаю параллельные линии то есть эту линию параллельно на самом деле если это был бы архитектор то было бы чуть не так та книжка которую я запустила в youtube что можно скачать она все это объясняет хорошо ну вот у нас два сарая есть сейчас я еще раз вам покажу что там у меня как это все выглядит вот эти два моих сарая вот они у меня нарисованные так солнце начинает вмешиваться в мою картинку и вот знаете что интересно когда я тут все рисую то я этого солнца даже не замечаю оно мне совсем не мешает я уже все это вижу на видео так ну что идем дальше вот здесь идет красивый забор и опять же я представляю вот этот угол по отношению вот к этому и смотрю примерно где он начинается вот он начинается скажем где то вот здесь это на глаз я когда проведу линию я решу мне нравится ли нет а теперь вот этот угол и вот тут уже вы не только смотрите какой угол но и как это на бумаге ваш угол не должен приходить в угол сюда он приходит примерно либо сюда либо сюда вот видите вот так сделай квадратик вот он именно сюда идет или сюда считается что так красивее доказательства этому нет практически никакого никаких научных подтверждений композиции нет вот кто-то решил и мы все пользуемся композицией на самом деле вам любой психолог который изучает искусство скажет нет никакого подтверждения потому что вот такая композиция например должна быть лучше чем другая так ну что теперь дальше забор высота его вот у меня где то вот сюда идет и опять же я смотрю как он идет если этот забор параллелен идет с линиями вот здесь вот здесь то он должен сходиться вот в эту точку ну-ка сейчас мы эту точку проведем вот сюда у меня он уже не сходится только я вот это чуть опущу учил меня альвара кастанет как прямые линии делать и все равно не получается он смотрит на эту точку откуда идет линия вот отсюда теперь он смотрит сюда карандаш он держит вот так как будто он пишет палец один на поверхность поставили руку грифель все время смотрит сюда и проводите линию получилось вот так он меня учил рисовать эти линии которые перспективные но это надо все равно тренироваться тренироваться не только что получалось но чтобы была вот эта привычка вот именно так делать потому что я автоматически начинаю все равно как-то по-своему делать теперь столбы здесь один столб у забора вот тут идет вот это мне не сильно нравится что он создает этот треугольник вот эта часть мне не нравится я это убираю я свой столб перемещаю у меня столб вот здесь пойдет то же самое вот он поставил карандаш палец на бумаге и поехали вниз вот это будет толщина столба то что эта линия виляет это не страшно теперь где-то вот здесь будет второй третий уже можно было бы рассчитать так как это уже легко сделать то есть мы берем чертим вот это узнаем где у нас середина где-то здесь и теперь через вот эту точку вот эту точку и дальняя здесь мы проводим линию то есть следующий столб вот тут аж пойдет ну вот нам в принципе не надо так забор старый вот это все должно быть ой как красиво криво вышло вот тут где-то линия идет видите вот эти кривые линии они естественно вышли ну уж не такая волнистая как здесь а то как ткань будет ну вот так где-то вот тут должны какие-то просвечивания быть между досками теперь вот здесь часть забора скажем он идет вот сюда и вот так идет вот так где-то идет следующая часть забора да он тут под такими углами этот забор идет он у меня выходит примерно вот здесь вот так он идет и примерно вот здесь и вот это должно сходиться в одну точку угол не 40 градусов не 45 градусов этих заборов то есть они не будут подчиняться тем правилам перспективы которые я показывала в ютьюбе видите тем кто хотят иметь чистенькую акварель вот это все рисовать надо на другой бумаге а потом переносить на акварельную бумагу так и вот здесь у меня срезается цементный угол как-то так углом мы потом займемся вот здесь это красивое дерево какая-то сосна вот отсюда она растет и вот тут такая где-то вот здесь такая красивая развилка на этой развилке часто яноты сидят так утром в 6 утра где-то выйдете и тут 2-3 янота сидит на этом дереве дразнят моих собак не знаю дразнят или нет но там собаки сидят на них лает они сидят эти яноты и на этих собак не обращают внимания сюда ветка какая-то выходит вот с этой стороны акация какая-то желтая вот тут у соседа что-то такое а это лиандры и вот тут лиственное желтое дерево ну вот и все рисунок готов теперь самая приятная часть акварель вот покажу еще раз мою натуру и вот с этой стороны мой столб попадает да вот я возьму кусочек этого неба апельсины эти я брать не буду теперь вот этот кусок и забор и все все идет вот сюда вот видите проблема не могу я защитить эту бумагу от солнца но из такого участка светит где я даже зонтик не могу поставить если я буду ждать когда оно пройдет все освещение поменяется если я перемещусь куда-то то естественно весь вид поменяется вот придется вам мучаться и смотреть вот так вы уж меня извините на плыдарах так всегда не важно где вы станете через 15 минут все будет другое знаете что я еще сделаю я сделаю границы своей работы обычно я лентой заклеиваю но только не фабриана фабриана такая мягкая бумага что она начинает вылазить из-под этой ленты она дает большую волну и теперь я брызгаю ну и сейчас конечно вам решать что делать у меня еще есть краска тена с прошлого раза и что я хочу сделать пусть она вот так и лежит надеюсь там на камере видно сейчас мы глянем немножко видно что я хочу сделать я хочу побрызгать этой краской так как она у меня есть можно немножко вот тут побрызгать тоже вот моя невская палитра вот здесь находится и вот проблема что все вот эти краски этой палитре уже года три они тяжело размываются они видите совсем краски нет мне надо много вот сейчас она не берется вот в этом проблема невской палитры так придется брать другие еще цвета мне там советы дают что там заранее размачивать надо когда она стареет вы уже ее что размачиваете что не размачиваете я вот сейчас приобрела себе невскую палитру в тюбиках и посмотрим как это все будет будет ли это лучше так ну что поехали так ну что поехали на этом все в разные стороны вот смотрите вот это само собой дерево создает вот видите само собой вот вы когда видите акварельной работы видно вот прямо как как будто так много этих всяких веточек так они это делают вот здесь в этом углу можно добавлять голубой цвет так как мы все равно переворачиваем этом немного брызгать не надо чтобы не убить все вот эти пятна есть смысл именно в этих пятнах да наверно не на каждой бумаге такое выходит передам небольшой зеленый оттенок вот здесь меня трава будет не буду я ждать чтоб высохла я сейчас вот здесь сразу желтый сделаю там где дерево это будет лучше я так и сделаю сейчас я беру лимонный все таки это осень какой классный яркий будет не не будет он яркий акварель сразу яркая потом здесь где-то солнце проходит проходит здесь возле этого сарая тоже здесь пусть проходит еще немножечко вот здесь пустим его это все будет солнечные лучи мне нравится как тень идет вот это сейчас то что я делаю это солнечная часть ну вот это мне нравится как она идет я могу сразу еще и зеленый сделать этот зеленый правда темно это дерево очень темно и мы сейчас сразу сделаем яркий зеленый вообще этот цвет такой который кажется сразу ярким а потом высыхает и тусклый этот чуть-чуть желтого здесь у меня зеленые прямо на этот сарай заходит ветки прямо сверху лежат тоже давайте зелень и тут дадим ведь я думала дать высохнуть а потом думаю да зачем высыхать если можно вот сейчас уже многое сделать и здесь у меня еще что-то зелененькое растет возле моего сбора мама моя тут выращивает цветочки вот так идет тень и так она идет будет зеленый несколько палитры кстати красивый зеленый он так и называется зеленый не так больше только зеленый сейчас еще тут желтенького добавим видите вот эти темные грязные точки это комбинация бумаги и краски не на всякой бумаге эти черные точки выходят на этой получается это кстати фабриана 50 процентов хлопок 50 целлюлоза и вот этого целлюлоза часть дает эти точки но мы надеемся что хлопок это выровняет и когда это высохнет никаких точек не будет чем меньше кисточкой касаемся тем будет лучше брызгать я тоже больше не буду я думаю когда я включу камеру опять то уже и солнца не будет мы посмотрим вот смотрите прошло полчаса и как у меня поменялось освещение и моя бумага еще даже не полностью высохла мне где-то еще полчаса надо чтоб начать на ней работать но это для того что получилось достаточно хорошо если я начну это делать сейчас то возможно нижний слой акварели начнет смешиваться со следующим слоем а это будет создавать грязь но если я буду ждать еще полчаса то у меня вообще освещение поменяется и сегодня эту работу не окончу то есть это надо завтра ждать это же время вернее на час раньше чтобы начать за это я не люблю пленар и честно говоря в общем я что буду делать я буду продолжать сейчас если не выйдет то не выйдет я еще хочу показать вам свой этюдник и вот у него можно ставить на этот столик все равно проблема что вот это может соскочить и поэтому я прищепкой это пристегиваю и сейчас у меня спокойная ситуация здесь нет ветра когда идешь к океану там еще и всегда ветер то у меня все приклеено и пристегнутая прилепленная ну ладно я сейчас настрою камеру на свою бумагу вот видите как это сейчас выглядит еще она влажная даже чувствуется что влажная где полчаса на свежем воздухе и недостаточно так как в этом стиле сила тяжести играет большую роль надо начинать сверху это в акварели не всегда не обязательно всех сверху но если вы палитру держите вот под таким углом лучше начинать сверху краску надо довести до того чтоб она была уже не такая уж и жидкая она все равно еще жидкая но не такая вот чтоб текла по сумасшедшему во все стороны я начинаю с темной стороны вот с этой это такое бойное растение на как пол дерева пол боя вот отсюда прямо вот видите в каких-то местах течет а в каких-то нет это то что мы хотим таких много мы хотим разных сколок таких мы думаем энергии этого дерева с этой стороны добавлю чуть темнее вот здесь в центре чуть-чуть тут в некоторых местах чуть темнее тоже так что мне сильно текло если некоторых местах течет здесь грануляция тоже есть и не просто сейчас из-за яркости не видно но если присмотреться тут достаточно гранулированных мест то есть когда это все высыпнет все эти места будут просвечиваться будет больше создавать ощущение дерева вот здесь ветки светлые прям лежат на сарае сверху к его не сломаю да либо я найду кто подстрижет мне это все как всегда забыла включить камеру когда начала что я делаю я вот эти капли виду вниз вот здесь случайно меня вода попала на этот сарай там я ее не хотела если я буду сейчас вытирать то будет еще хуже то есть я просто вот это продолжаю вот с этой страны так ввести вниз пытаюсь убрать с этой стороны тут много зеленого у меня сейчас мы сразу вот это сделаем примерно столько хватит дальше просто мокрой краской мне не надо чтобы везде были эти сухие мазки теперь я сделаю то же самое желтой краской я тут лимонный мне надо вот такие вот густые желтые мазки в разные стороны чтобы были здесь чуть-чуть можно и зелененьких добавлять теперь чтоб вот это не потерять я просто аккуратненько добавляю чуть-чуть влаги то есть она чуть-чуть будет туда стекать вниз но не будет нарушать всю вот эту сухую и диву и все этого хватит я так думаю вот в это место можно чуть-чуть добавить на это дерево еще потом сверху один слой пойдет вот эта часть по крайней мере она должна вперед выходить теперь я пытаюсь создать тень к счастью сейчас у меня красивая тень я бы вам показала она хочу откликаться краска где-то не получилось густой краски краска где-то освещённую часть я вообще не трогаю тут у меня забор у меняется мой такое что-то идет и вот так оно идет вот эта сторона тёмная я ее всю тёмную закрашивать не буду вот такие белые участки когда получается кисточка пропускает случайно мне всегда не нравятся теперь вот сюда я опущу чуть-чуть синего чтоб какие-то оттенки получались так и вот эта часть крыши у меня светленькая красивая а вот эта часть у меня идет сначала фиолетовая и вот здесь тоже идет такое тёмное но вот здесь где-то вот так я вижу желтый может не такой густой как у меня но он там есть сейчас фиолетовым забьем от них тени нет есть тень на заборе вот от этого от них тени нет есть тень на заборе вот от этого и вот так и этот сарай он он вроде серый как и этот он только чуть другого оттенка серый он зеленоватый даже слегка давайте возьмем пока натуральную краску потому что у него как идет пуски натуральные тут тоже сделала я звук сейчас тише так как что-то невероятно громкое и так долго едет где-то рядом или летит может это самолет что все равно ничего не слышно как вы видите постепенно работа продвигается я наслаиваю краску и на мой взгляд главное это особо не стараться не пытаться раскрашивать все это как разукрашку внутри линии чтоб не дай бог за линию не выйти мне кажется наоборот чем оно более вот так спонтанно можно сказать даже неровно тем получится в конце лучший результат вот сейчас как раз та стадия акварели когда люди разочаровываются когда они бросают либо когда они начинают портить акварель тем что они очень рано добавляют больше краски и это потому что акварель высыхает сейчас постепенно и вот там где я наношу вот в этот момент акварель она кажется свежая и темнее чем будет когда высохнет но то что у меня уже высыхает вот например этот фиолетовый сарай вернее тень на нем то это постепенно светлеет и из-за того что это происходит медленно я не вижу что это светлеет то есть если я сейчас буду брать соотношение темноты сарая и темноты забора и приму это решение сейчас и начну что-то исправлять то в конце я все испорчу то есть вам надо научиться доверять этому процессу то есть я тень сделала на сарае теперь я сделала забор дальше мне надо дождаться чтобы все это полностью высохло и тогда я могу сказать что темнее что светлее и тогда я могу посмотреть что у меня происходит в натуре и то что должно быть темнее сделать еще темнее поменяла кисточку это санет белка забор такой с этой стороны даже коричневый какой-то с той стороны нет а вот с этой прям коричневый идет и солнечные участки вот так все будет вот эту часть еще темнее надо делать видите эта кисточка пропуски не делает и уже не так та делала пропуски мне нравилось больше вот здесь сзади вот здесь сзади вот это где-то вот отсюда вот это все темное вот этот кусок прямо очень темный я могу краски хорошо набрать чтобы сделать хорошее темное мне надо чтобы она густая была сейчас получилось сейчас получилось ее просто надо дольше набирать это тоже какие-то холостые пусть будут этот участок тоже сильно светло получается но мы потом его будем затемнять так вот здесь некоторые места тоже должны быть потемнее все линии еще разойдутся тут все мокрое то есть они не будут такими оставаться здесь в некоторых участок виден ствол не видно как он проходит вот здесь теперь он идет вот в эту сторону вот отсюда идет развилка какая-то вот тут я вижу еще какую-то ветку поднимающуюся не знаю они там соединены или нет вот тут какая-то еще идет ветка наверное это одно дерево просто вот такое вот здоровое жду когда высохнут эти сараи давайте я пока вот тут сделаю зелень такую темную видите в чем планар заключается много ждете чтобы высохла я опять решила вмешаться в этот процесс уменьшить звук немножко рассказать вам о цвете этот набор Невской палитры называется Ленинград когда я его приобрела я сделала обзор этих красок и тогда первый раз за много-много лет за 20 лет я взяла в руки Невскую палитру это так давно я ей не пользовалась и вот в этом наборе было два зеленых один такой яркий почти ядовитый но это только когда он свежий когда он высыхает он становится тусклый не сильно тусклый но вы видите вот это дерево в принципе красивый зеленый но не ядовитый как был в начале а второй зеленый такой более темный очень похож на сапгрин но только что сапгрин обычно светлее я к сожалению не сохранила этикетки от кюветок поэтому я не могу точно сказать название этих красок и что там у них внутри и в таких ситуациях я нахожу огромную пользу в своих видео потому что я пересмотрю это старое видео и там я уверена что я буду с этикеток читать название то есть я смогу восполнить этот пробел у меня уже так было с одной моей большой выкраской вот та моя большая палитра на 40 цветов и у меня к ней была выкраска где я написала все названия цветов и названия брендов и я как раз тогда сделала видео если вы хотите то вы можете порыться на моем канале найти это видео ну вот потеряла я эту выкраску когда я делала видео где я много брызгала чтобы не забрызгать эту выкраску я ее положила в сохранное место а теперь я не могу ее найти и вот видео помогло мне пришлось пересмотреть это видео и опять себе сделать список где у меня какой цвет и где у меня какой бренд сейчас уже заметно как краска становится светлее вот этот более крупный сарай когда я сделала тень то казалось что она такая темная была вот теперь она высветляется и уже видно что этот сарай светлого цвета его локальный цвет это более светлый серый цвет и то это еще не полностью высохло то есть все эти фиолетовые тени будут еще светлее вот этот темный участок забора сзади где это ультрамарин и жженая умбра так густо взято по-моему я добавила чуть-чуть фиолетового чтобы сочетание было подходящее с этими сараями так вот этот участок еще свежий он еще влажный он когда высохнет он тоже не будет таким темным я к чему это говорю чтобы еще раз проиллюстрировать что нельзя в акварели принимать решение очень быстро то есть можно сейчас испугаться и начинать высветлять вот это темное пятно там салфеткой промокать воды больше добавлять и от этого получится грязь лучше дать этому высохнуть а потом решать сильно это темно или нормально и тогда уже можно либо добавлять где-то больше тень больше темного а может быть высветлить но главное что вот в процессе высыхания этого лучше не делать потому что решение мы все равно не можем принять правильное в это время теперь я добавляю тень на земле и эта тень тоже состоит из ультрамарина жоной умпры и чуть-чуть фиолетовый в невской палитре он просто называется фиолетовый во всем мире он называется диоксезин фиолетовый земля должна получиться серой но с разными оттенками в каком-то месте чуть холоднее в каком-то теплее надо иногда делать проски чтобы задний план то есть то что было залито в начале тоже просвечивалось тогда общий вид будет более интересный ну и вот здесь впереди я просто провожу такую грязную голубую линию сейчас это опять выглядит ярко но когда высохнет задний план который более теплый будет просвечиваться и это все приобретет более серый вид видите тень сейчас опять поменялась и теперь солнце есть и на втором сарае а это красивее выглядит да и вот у солнца на заднем плане за сараями но у меня его не было так что все уже его не будет мотоцикл громкий поехал ну что сделаем эту тень слегка фиолетовая вот здесь получается она так интересно падает вот здесь кусочек сарая освещенный а здесь вот такие полосы так теперь вот тут у меня какие-то такие здесь вот так прям полоса идет ну что пора детали делать обычно вот это все высыхает а потом детали опять же у меня нет этого времени ждать когда все высыхает я сразу буду делать детали надо сделать кое-какие веточки еще пусть у нас выходит веточка на этих веточках мы оденем несколько желтеньких листил чтобы как-то был желтый во многих местах и теперь детали на сарае и для этого нужен серый цвет у меня в этой невской палитре серого нет поэтому я его сделаю здесь черный но черный не всегда желательно употреблять потому что он часто высыхает очень как жукло скажем так и детали обычно делают очень густой краской прямо как из тюбика но у меня нет возможности в этом делать такие ну что я начинаю вот с этого темная темная потому что темная давайте-ка мы возьмем чуть коричневого добавим так у меня вот это уже так оставлю только чуть-чуть все эти детали мои разойдутся потому что бумага еще недостаточно недостаточно сухая Вот отсюда идет линия, которую намно видно. Прерывистые линии всегда лучше выходят. И вот тут видно. Здесь ручки. Здесь ручки. Знаете, а ведь есть художники, которые к натурализму сильно стремятся, даже в этом случае, и меняют цвет вот здесь, так как это в масле бы было. Потому что цвет же меняется, когда он переходит из тени на освещенную сторону. Так, тут можно даже сделать двойную линию, так как тут она двойная, на самом деле, идет. И у нас вот здесь идет линия. Видите, вот эти линии все, они выглядят лучше, когда они такие не идеальные. Вот я раз, и все убрала, чтобы была вот такая... Этого достаточно. Сюда в клуб идет линия. Я ее до конца, до этого угла, я доводить ее не буду. Хотя я и четко вижу этот угол, но в работах лучше, когда он вот такой. То же самое с этой стороны. Я вот сейчас линию поставлю. Вот так. А дальше все. Мы не идем дальше. Нужно вот отсюда сделать еще маленькую. Ну, теперь на этот. Идем на этот. У него крыша зеленая, я этот зеленый не сделал, потому что и так все зеленое. У меня вот этот сарай, как какой-то азиатский домик получился. Видишь, там меня никто сейчас не будет обвинять в дискриминации. Вот здесь внизу прямо толстая линия идет. Это хорошо. Вот тут такое еще мокрое, что вот тут то, что я сделаю, оно все будет восходиться. Так, и у этого сарая тут еще такие декоративные разные линии. Вот тут идет какая-то линия. Вот тут парочку вот так и вот. Вот это мне не нравится. Мы его сделаем мягче. Сильно много деталей. Потому что много деталей, это тоже плохо. Теперь вот здесь, вот это, вот это все. И чего у нас есть? У нас есть вот тут. Линия, которая этот забор обозначает. И столбик обозначен. Здесь, где соединяется с землей, там какие-то темные пятна от земли. Так, а где мой палисадник? Упс. Я забыла палисадник. Вот тут у меня палисадник. Ну ладно, не будет палисадника. Где-то я хочу грязь показать. То есть я вот темным намажу, а потом уходит. Это у нас грязь. Ну вот тут тоже забор старый. Ну есть такая грязь всякая. С этой стороны. Давайте с этой стороны детали сделаем. Планка идет. А вот здесь давайте столбик поставим. Вот так. Планка тоже идет. И вот здесь эта планка продолжается. Отдельные доски я делать не буду. Здесь уже хватит вот этих всяких клиний. Там не надо. Не знаю, вы замечаете или нет, как эта картинка медленно светлеет. То есть оно сразу кажется темное такое. И что там только нету. Но оно все светлеет. Вот эти кляксы, они тоже посветлеют. Но их надо замаскировать. Надо гуще сделать. Вот это надо все гуще сделать. А эти все вот эти ошибки, как будто так и надо. То есть тут у нас по какой-то причине выглядывает желтая листва. Пусть она сюда идет еще. Где-то тут чуть-чуть идет. Вот видите, теперь уже кляксы и не кляксы, да? Там что-то у нас происходит. Ну вот, теперь я думал добавлять на это дерево. А уже думаю, может и не надо. И так нормально. Тут обозначим, ой, какие ветки, которые идут сюда. Только из-за того, что у меня краска есть на кисточке. А так я его трогать не буду. Да, думала его утемнять. А оно мне уже так нравится. Вот это желтое, оно должно высохнуть жухло. Я хочу, чтобы оно было жухло. Ну, на всякий случай, я его чуть-чуть промокну. Чуть-чуть. О, красота. Кстати, на моих сараях уже никакой тени, ничего нет. Ну что, в принципе, все. Немножко пошло не туда, куда хочется. Цемент кривой вышел, но ничего. Все, вот такой у меня сегодня пленар. Подожду еще где-то полчасика и покажу вам, как это все выглядит в сухом виде. Сейчас я вам покажу опять, что здесь происходит. Вон, видите, уже нет этой красивой тени. Так все это быстро меняется. И у меня мигает батарейка, что вот-вот закончится. Так что, если я не смогу снять, когда это высохнет, вы уж меня извините. Я все равно это помещу в инстаграм. Сейчас я вам быстренько покажу, пока еще есть батарейка, почему я границу отметила сразу. Почему нельзя всю бумагу использовать. В принципе, можно, но не мягкие бумаги, как эта. Потому что вот здесь внизу, вот вы видите, начинает появляться вот такая линия. Сейчас я приближу на эту линию. И вот такое может быть по кругу всей бумаги. То есть я в таких бумагах всегда делаю границу. Вон, видите? Вот сейчас, видите, вот эту линию? Такое может быть и сбоку, такое может быть и сверху. В зависимости от того, сколько было воды. Даже уже сейчас видно, что она высыхает и светлеет. Ну что, все. Буду я с вами на сегодня прощаться. Вот такой у меня был экспромт быстрый. Все из-за того, что мы на карантине, и нам нельзя никуда выходить. Потому что завтра мы едем тестироваться на корону. Ну что, до свидания. Удачи вам всем. И возвращайтесь на мой канал. Прошло полчаса. У меня еще освещения здесь достаточно, чтобы снимать. Даже еще лучи солнца видны. Сейчас по часам 4.15. У нас где-то в 4.30, 4.35 начинается закат. Вот так я вроде с вами попрощалась, а теперь опять разговариваю. Смотрю, думаю над ошибками. Что в следующий раз учесть. В принципе, для пленара нормально. Пленары уж там прямо сильно идеально редко получаются.